Хоба! Привет, с вами доктор Иблад. Ну вот новые новости. Ну я, во-первых, поздравляю Москву. У вас уже полчаса, как Новый год, если я не ошибаюсь. Вот нам ещё долго, нам ещё 9 часов, ну 8 с половиной до Нового года. И вот давно у меня висит, что Путин обратился, новогоднее обращение, обратился, да, в Випря он обратился ночью. Обратился он к дальневосточникам, в нём не упоминает взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске. Да, ребят, он записал неделю-две назад всё это дело, вот чё. Как же он и упомянёт-то? Никак он не упомянёт. Путин призвал расселить пострадавшую многоэтажку в Магнитогорске при малейшем сомнении безопасности жильцов. О, хватил, да, да там весь Магнитогорск надо переселять куда-нибудь. Мне вот тут рассказывают, как они там живут, это, говорит, ещё цветочки, говорит. А у нас, говорит, без всякой бомбы всё разрушится. Да, кстати, вот какой-то слух пошёл, что там под аркой взорвалась машина, начинённая взрывчаткой. Ну, по-моему, это только слух, потому что люди видели вроде из окошка. А то, что вокруг ФСБшники, а чё им ещё делать-то? Никого не удивляет. Так, о, вот те, нате, из-под кровати. А это у меня чё-то, даже страницы не загрузилось. А чё у меня там было? Чё у меня там было? Вот просто даже интересно, что у меня там не загрузилось. А, сотни людей, у меня остались заголовки. Сотни людей в Новосибирске остались без отопления в 30-градусные морозы. Кого-то это удивляет? Да никого это не удивляет. А то почему-то уже нет такой страницы. Наверное, дали отопление. В Ингушетии простились с убитым религиозным деятелем, правнуком одного из почитаемых святых, Ибрагимом Белхароевым. Ммм, интересно, да? Обстрелили автомобиль на одной из улиц в Назране. Вот тебе и нате. Лихие 90-е. Как мне кто-то сказал, до ней не уходили. Как теперь праздновать? Антон Орех на эхе Москвы. Но он правильно рассуждает. Вот как теперь праздновать, если такое горе у людей на фоне чужой беды? Ну, не знаю. Хочется, конечно, думать о хорошем. Но вот действительно у людей беда. И причем каждый год теперь, вот правильно он пишет, для сотен людей 31 декабря уже никогда не будет праздником. Как 1 сентября для бесланских и для многих прочих тоже не является уже праздником. Да, это так. Ну, чё, люди, привыкайте. В путинской России живёте. Интернет-сервис Яндекс.Дзен заблокировал канал издания МБХ Медиа по требованию Роскомнадзора. Ну, потому что они публиковали статью, что псковским десантникам урезали премию из-за строительства главного храма вооружённых сил. Ну, вот за это их и заблокировали. В Турции показали видео, как из консульства Саудовской Аравии выносят останки вот этого хашоги в пяти чемоданах. Надо же. Кто-то снял. Ну, где-то, наверное, камера стояла. Это кто у меня? А, это опять Лена Мира. Год свиньи. Ну, свинья – хорошее животное по любому гороскопу. Нормальное животное. Чё, ну, вот она пишет, что нам ждать в 2019-м. Да, в общем, ничего нового. Повышение НДС повысит цены. Нефть будет дешевее. Доллар будет расти. Скачком скажется цена на цены на прилавках. На ценах на прилавках. Реальные доходы, несмотря на все уверения власти, у всех упадут. Тут Лена не права. Они говорят, что доходы возрастут. Ну, так они про себя говорят. У них-то возрастут, конечно. Ну, в общем, вот так вот. Неуправляемая Россия. Путин. Это кто пишет? Ирек Муртазин пишет. Сдается вопросом, чё это вдруг Путин прилетел. Мертвый уже не воскреснут. Спасательные работы без него ведутся. Прилет Путина добавил суеты и бардака. Он даже в больницу пошел, и там какой-то ряженый, весь перемазанный зелёнкой, лежал. Да явно, что там не настоящий больной, а быстренько чекиста. Раздели, помазали зелёнкой и всё. Вот интересная статья. В Крыму развалился единственный флагманский крейсер. Москва. Да, вот он совсем развалился. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов совсем развалился. И вот тут просто видео интересное. Что действительно их, ремонтировать их невозможно. На месте их не отремонтируешь. А куда-то их тащить, они сами уже не ходят. И чё будет? В общем, да, большой он какой крейсер. Его в 79-м, по-моему, году, что ли, сделали. Найдено тело женщины, убитой попутчиком по блокаду. Тогда он, оказывается, сказал, где она находится. Вот, и нашли тело в Серпуховском районе Московской области. Я там бывал. Меня вообще приглашали в Чехов, главным педиатром после армии. Вот. Я что-то не пошёл. Да ну, главным опять. Я так обрадовался, когда, в конце концов, вот я, сколько, два года я был начальником вот в армии. Да, это такая гадость, ребят, я скажу. Я люблю сам по себе. Путин призвал россиян в новогоднем обращении к милосердию. Да. Но это всё равно, что вот вдруг раз, и с рогами, и с копытами появился дьявол. Да. И призывает всех к милосердию. Вот это то же самое абсолютно. Ни больше, ни меньше. Он хуже дьявола. Ладно. Митрополит. Ну, вот это, конечно. Фух. Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы» или «Слёгским паром». Я думал, он осудил за то, что там все пьют всё время, да? Нет. Он, наверное, сам жахнул, как следует, Митрополит, и осудил за то, что комедия основана на ложных ценностях. Читаю дальше внимательно. В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссёром новогоднее чудо, обретение новой любви главным героем построено на предательстве своей невесты. Ну, надо же, а? По его словам, христианство призывает к постоянной работе над собой. Дальше я читать не буду. Вот с моей точки зрения он просто возглавил демонстрации идиотов. Да, в последнее время много было, я вот вам рассказывал, да? И он просто возглавил, он впереди идёт с флагом, вот идиот настоящий. Я, пожалуй, так ролик и назову. Работа над собой. Они много над собой работают, да? Ездят на Бентли и работают над собой. На заднем сиденье попилай-ка ничего. Как не стыдно вообще всё это дело? Ладно, с Новым годом, с новым счастьем. Пришло уже счастье? Ну, придёт, ждите. До свидания. Доктор Влад с вами.